Приветствую всех! Меня зовут дядя Митя и ее зовут Юля. И мы сегодня в замечательном месте. Это музей Девногория-Заповедник. И сейчас нас ждет обзорная экскурсия по этому прекрасному месту. Мы здесь узнаем, как зародилось это место, увидим церковь и увидим древнее городище. Оставайтесь с нами. И не забывайте подписываться на нас. Мы находимся на территории природного, архитектурного, археологического музея-заповедника Девногория. И то, что у нас такое длинное название, уже говорит о том, что у нас есть очень-очень много достопримечательностей. То, что это музей-заповедник Девногория, предусматривается несколько правил. Ходить нужно только по экскурсионным тропам. Нельзя заходить в степь, потому что, во-первых, можно затоптать реликтовую растительность. Во-вторых, там водятся гадюки, встречи с которыми нежелательно. Весь здесь открывается просто сумасшедший. Все выше поднимаемся и выше. А также здесь еще ездят электрички. А сейчас мы пришли на первую остановку. Это вот этот вот храм. Сейчас мы зайдем внутрь. Сицилийской божиматери. И нам экскурсовод сейчас все расскажет и покажет. А вот посмотрите, как это все выглядит с высотой. Какой вид открывается. Вон. У нас экскурсовод сейчас ввел в тему, что да как, для чего это сделано. А сейчас мы будем заходить внутрь. Там темно, страшно и холодно. Самое главное. Давай билеты покажу. Ребята, билеты вот такие вот в Демногории. 260 рублей. Надрывай сам контролечку. Контролечку надрывай. Надрывай сам. Я показываю. По штуке у нас. Может, похолодно. Вот здесь вот так. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Начнем» «Симон» 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 «Дождей нету» «Тут суперские Тут всякие дикие цветы, говорит, гадюки бегают, так что, говорит, стропинок вообще просто нельзя сходить, иначе кто-нибудь укусит, и все. Не, ну, тут представь, вот весна, когда все цветет, представь, такое зеленое, разнотрядье, цветет. Да, конечно, красиво. Здесь открывается такой, наверное, вид на поля, на луга, на вот эти, на пойму всю. Ну, она же тоже цветет, тоже все зеленое, особенно после зимы, это, наверное, вообще кажется каким-то незабываемым впечатлением создает. Так, ребят, смотрите, тут есть. А, здесь есть такие указатели, можно по ним ориентироваться, если вы сами гуляете. Ну, ты видел, крепость вот тоже нарисована, старая крепость, нарисованы, как бы стены есть, и стоит всего два домика. Я понимаю, конечно, что люди бежали, там, когда война начиналась, но все равно, мне кажется, как-то она дальше-то существовала, там же что-то должно производство какое-то быть, какие-то, я не знаю. Нет, смотри, это как-то и даже вот все фильмы посмотрели, вот так и все. Тут жил самый главный, да, кто всем заправлял, а все остальное, еду, припасы какие-то, какое-то ремесло, да, все это приносилось откуда-то извне. Вот это здесь, вот она, крепость, а здесь вот по воде лежали все остальные. Ну, может, ну, тут, видишь, много было крепостей, очень много. Ну, ты посмотри, даже любой исторический фильм, любые, какие-то такие документальные фильмы, у нас есть крепость, а вокруг крепости у нас мелкие поселки. Ну, не, ну, там-то все равно в крепости было и так же и производство, там же были и дома жилые, и где людям укрыться, если набеги происходят. То есть, какие-то должны были быть именно строения, как я думаю. Ну, здесь небольшая... Так что, вы тоже задумаетесь, если что, напишите в комментариях, как вы думаете. Экскурсия закончилась, первая часть, сейчас мы идем на вторую экскурсию. За нее нужно отдельно доплатить, чтобы посмотреть домики. Ну, стоимость будет 60 рублей, по-моему, что там такое, смотря. 120, я не знаю, сейчас посмотрим, пойдем. Ребят, на самом деле, экскурсия очень интересная, познавательная. Кто хочет прийти именно на экскурсии, я советую всем брать. Да вообще брать экскурсии, потому что самим гулять, вы не поймете, что, для чего, как. Потому что экскурсовод и расскажет, и покажет, и, блин, какую-нибудь историю древнюю тоже расскажет. Мне классно. Ребят, думал, здесь будет тоже экскурсия проходить, но, к сожалению, здесь находится инсталляция детства с земли. И здесь находятся всякие вот такие вот железные штуки, про которые нам вот никто не расскажет, для чего они здесь находятся. Можно взять экскурсию. Можно взять экскурсию, да, по этому месту? Да, чтобы все отраблять, только она мультимедийная будет. А, и наушники дадут. О чем они взяли? Нет, мультимедийная, я так поняла, это тебя где-то посадят, просто покажут по телевизору, объяснят, и все. Странно. Не, вот жалко, да. Надо, кстати, пытайтесь спросить, для чего. Песчаник. Ну, инсталляция здесь довольно-таки интересная. Как бы вырезана из металла. То, что, блин, ну, это плазмы вырезали. И, так сказать, на заказ. Все закрыто. Не знаю, для чего это все сделано. Экскурсия бы не помешала разобраться в этом. Может, кто брал экскурсию, знает, для чего здесь все это находится. Смотрите, какая тут. На динозавра похоже. Ну, все вырезано плазмой. Тут можно пройти, да? А вот и каньон. Да, довольно-таки интересно, конечно. Блин, вот, рассказали бы. Не просто так же ее тут делали, эту экскурсию. Посмотрите, какой красивый каньончик здесь находится. Вот спуститься бы туда-туда вниз и посмотреть бы еще вверх. Было бы, мне кажется, намного интереснее. Хотя и так... Хотя, что там смотреть-то? Ну, ладно. Ну, короче, интересно. А то даже люди спускались. Вон там следы какие-то есть. Потом подняться будет очень сложно. Это все видишь, там они миловые все. Находим на экспозиции пламиков, как раньше жили люди. И сейчас нам будет все подробно всех рассказывать. Экскурсоват. А далее мы еще по 120 рублей. Там вышло 240 рублей. Сейчас будем смотреть, что тут происходит в линейной домике. Опа, ребят, вы спросите, а где я сейчас нахожусь? Что это за помещение? А я сейчас нахожусь вот в такой вот жилом месте. Юрта, да? Да. Там раньше жили люди, как мне говорят. Но я туда даже сам не помещаюсь. А теперь мы заходим в полуземляночку. Смотрите. Почему она называется полуземлянкой? То, что она как бы и наружу немножечко, и немножко в земле. Опа. Здесь я плохо помещаюсь. Здесь такое вот место. Метр на метр. Круто, конечно. Ну, это бы там были заготовки еды. Ну, кухня, наверное, да? Летняя. Да, да. Я думаю, здесь была кухня. Какая-то кухня летняя. Потому что тут и мангальчик есть. Можно что-то запечь. Специи. Короче, очень круто. Ну, проходики. Опа. Чтобы воздух теплый не выходил. Так, ребят, дальше идем. Дальше у нас есть такая полуземляночка. Единственное, знаете, небольшой тоже такой минус, то, что очень мало. Всего три домика сделано, как бы, и все. Погулять негде. Стоимость 120 рублей. А вот и желтый. Так, здесь у нас загон для скота молодого. Опа. А здесь уже, наверное, спальня. Но я сомневаюсь, конечно, что она была так разбросана. А я думаю, все-таки там кто-то готовил, тут кто-то спал. И там жили, и тут жили. Я думаю, везде жили. Ну, да, везде жили. Тоже такая полуземлянка. Здесь и зимой хорошо, тепло. И летом прохладненько, так как он в земле находится. Я думаю, круто. Печечка. Опа. Пойдем дальше. А тут у нас находится, типа, летней кухни. Все проветривается. Все сделано шкурами. Обнесено. Игры. Кувшинчик можно было собрать, разобрать. Так вот. И также глиняная посудка. Это, конечно, все новодел. Все это реконструкция. Это как все выглядело, когда находилось... Блин, где он там? Когда находилось в Милу. Хазарское церство. Да. Короче, полностью реконструкция. Конечно, здесь могли бы сделать и больше, я как считаю, таких домиков. Сделать каких-нибудь манекенчиков, чтобы было интересно. И побольше утвари. Тоже было бы круто. Одно из прекраснейших мест в этой Демногории для обязательного посещения. Здесь можно погулять, взять экскурсию, насладиться просто местами. Жалко, здесь нету мест для кемпинга, да. Просто остановиться. Какие-то лавочки наблюдательные, посидеть. Пикничочек какой-нибудь устроить. Я считаю, тоже это как бы минус. Ребят, ну всем, кому понравилось мое видео про Демногорию, не забывайте на меня подписываться. Меня зовут дядя Мить, ее зовут Юля. Всем удачи и пока. Все описания в ссылочке на Демногорию, где вы можете найти здесь вот такие вот замечательные экскурсии. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.